За минувшую неделю в бюджет Ненецкого округа поступило всего 93 миллиона рублей. При этом расходы составили практически 111 миллионов, 32 из них – социальные выплаты. Руководитель Департамента финансов Ненецкого округа подвела итоги прошедшей недели на расширенной планерке губернатора. Татьяна Лагвиненко рассказала об основных расходах и доходах региона и государственном долге. Сегодня он составляет 3 миллиарда рублей. Наполнение окружной казны уже не первую неделю остается напряженным. Минимум доходов при максимуме расходов. Ведь лето – традиционно период отпусков. Но, несмотря на сложности, все полагающиеся выплаты идут в полном объеме. Расходов осуществлено на сумму 110 миллионов, почти 111. В том числе расходы на содержание казенных учреждений – 13 миллионов. Расходы на содержание органов государственной власти – 23 миллиона. Субсидии бюджетным учреждениям на госзадание – всего 39 миллионов. В том числе департамент образования, культуры и спорта – 37. Департамент здравоохранения, труда и соцзащиты – 2 миллиона. Социальные выплаты населению осуществлены на сумму 32 миллиона. Унифицировать нестационарную торговлю на селе. Уполномоченный по правам предпринимателей Валерий Чупров доложил губернатору о мероприятиях в сфере организации нестационарной торговли в окружных селах. По словам бизнес-омбудсмена, в муниципальное образование направлены типовые документы для того, чтобы обеспечить единый подход в решении этого вопроса. Треть муниципалитетов уже актуализировала свою нормативную базу в этой сфере. Мы провели заседание рабочей группы по торговле и потребительскому рынку. Обсуждали ряд проблем, в том числе по организации ярмарочной торговли. Там выявилось ряд проблем, связанных с городским положением организации ярмарочной торговли. Кроме этого, мы обсуждали проект закона Денецкого автономного округа о введении административной следственности за торговли в неустановленных местах. Игорь Кошин обратился к бизнес-омбудсмену Ненецкого округа с просьбой провести анализ региональной системы. По мнению губернатора, полная картина позволит оценить эффективность окружной поддержки предпринимательства и при необходимости направить усилия на устранение имеющихся препятствий. В первую очередь, речь идёт о правовом поле регионального масштаба. Председатель Приморско-Куйского сельсовета Леонтий Чупров сообщил о недавнем пожаре, который произошёл вблизи поселения. В связи с этим губернатор напомнил, что в Ненецком округе на летний сезон введён противопожарный режим. Запрещено выжигать хворост, бросать горящие спички, окурки, стекло, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, заправлять топливные баки двигателей внутреннего сгорания в работающем состоянии. О случаях возгорания необходимо сообщать сотрудникам региональной диспетчерской службы лесного хозяйства по телефону 401-73.